Казахстан Если вы планируете пересечь границу на машине, сразу учитывайте, что на границе огромные пробки Они могут достигать 10 километров, и конечно же эта пробка очень медленно двигается Но существуют альтернативные варианты, допустим, пешеходная граница Пешеходная граница значительно менее загружена, но это, конечно, значительно сложнее Когда вы идете пешком, вам придется простоять до суток, пешком, на морозе В основном границы находятся в таких местах, где очень холодно уже То есть мы стояли, когда на улице было минус 3 Мы простояли 8 часов И после этого вы проходите непосредственно сам по ограниченной контроле Сразу же оговорюсь, если на вас уже выписана повестка, но вы не явились ее получать То на границе вас будут пробивать по базе, и она высветится А также, если вы до сих пор еще не получили повестку Это не говорит о том, что вы не в базе Потому что физическая повестка в виде бумаги приходит с небольшим запозданием Когда вы въезжаете, входите, вползаете в эту страну через границу Обязательно предъявлять не обычный российский паспорт, а заграны Несмотря на то, что в Казахстан можно въехать по российскому паспорту Желательно, чтобы у вас было наличие загран Потому что загран дает огромное количество преимуществ В противном случае, когда вы использовали русский паспорт У вас не получится оформить на себя сим-карту У вас не получится сделать обычную карточку для того, чтобы рассчитываться местными деньгами В принципе, у вас будет значительно меньше привилегий, нежели чем у человека, который приехал по заграну После пересечения границы у вас есть ровно 30 дней спокойствия и отсутствия проблем с законом Но далее вам необходимо зарегистрироваться Чтобы получить 90 дней, вам необходимо обратиться в место, где вы будете проживать Для того, чтобы они вас подтвердили То есть зарегистрировали вас как посетителя На это идут не очень охотно, потому что тогда за вас придется платить налог А никто это не любит Если у вас все-таки получилось зарегистрироваться, у вас будет 90 дней на нахождение в стране И для того, чтобы остаться здесь подольше, придется устроиться на официальную работу Для того, чтобы получить заветный год нахождения в стране На фоне всего происходящего, конечно же, активизировались коммерсанты Все предприниматели, заведения и в принципе даже серьезные организации Начали на нас зарабатывать Несмотря на то, что по факту у нас с вами, ну так сказать, горе Потому что нам придется здесь какое-то время находиться Когда будете пересекать границы, желательно сразу же найти каких-нибудь единомышленников У которых будут примерно похожие проблемы Потому что вам будет значительно проще скоперироваться И совместно добраться до места И даже, может быть, совместно сложиться и снять какое-то жилье Потому что жилье в данный момент стоит очень приличный денег Местные жители отмечают огромный рост цен в связи с приездом русских Предположим, две недели назад, если бы вы снимали квартиру, вы могли бы сделать это за 5000 тенге Сейчас эта же квартира будет стоить 25 В первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы запастись местной валютой Потому что рублей нигде не принимают Ни по карте, ни наличкой, никому рубли здесь не нужны И учитывайте то, что курс просто падает Разумеется, в стране не остался курс валют Буквально недавно за 1 рубль вы могли получить 10 тенге Это местная валюта Сейчас курс составляет 7 Официально деньги вы нигде не обналичите Потому что, допустим, даже при наличии местного Сбербанка Приходя туда, вы предлагаете рубли Они говорят, мы рубли не меняем Вы спрашиваете, а почему? Ну, не знаю, потому что Все связано с тем, что если Сбербанк будет делать обмен валютой Ему придется делать это по официальному курсу И, соответственно, этот курс будет выгодней для нас Но тогда пропадет работа у перекупов И, соответственно, будут большие очереди в том же самом Сбербанке Что будет ухудшать им работу Поэтому они решили просто не менять рубли на тенге Что касаемо жилья Если у вас есть запас по времени Вы можете просто хорошенько поизучать И ждать появления хороших вариантов Потому что, допустим, когда мы заехали Изначально наше жилье стоило 30 тысяч за сутки Это очень дорого по меркам Астаны Но сейчас мы нашли квартиру Точнее, апарт-отель В хорошем вот таком вот районе Которая стоит всего 13 тысяч И она очень достоинна Ну, на это нам потребовалось много времени Для того, чтобы найти Я понимаю, что в вашей ситуации время играет главную роль Но просто подумайте Неизвестно, сколько будете здесь находиться И, соответственно, желательно обезопасить себя И все-таки найти что-то подешевле Поэтому ищите варианты жилья заранее Вы можете зайти, допустим, на тот же самый букинг Либо на какой-то сайт-агрегатор И бронировать там жилье Это вас ни к чему не обязывает Вам не нужно будет вносить предоплату Но при этом стоимость зафиксируется на момент брони Поэтому это очень важно И, конечно же, здесь есть огромное преимущество В виде отсутствия необходимости Пользоваться VPN-ом Потому что здесь все работает Здесь работает Инстаграм Здесь работают, в принципе, все мессенджеры Здесь работает все Для русского человека это очень непривычно Кстати, первое время мы сильно удивляем Ну, а если вы все-таки соберетесь сходить в ресторан Либо в хорошее кафе То готовьтесь расстаться на одного человека Приблизительно с 5-6 тысячами тенге Что на наши деньги приблизительно вот столько Допустим, обычный обед в столовой Может составлять тысячу-полторы тенге Что на наши деньги чуть-чуть не дотягивает до 300 рублей Я думаю, что это хороший вариант Потому что в Москве, допустим, таких мест найти крайне сложно Если осмотреться, то русских видно сразу Они сидят с пониженным взглядом И думают о том, как дальше жить Что можно отметить из плюсов Здесь довольно красиво То есть в это непростое и нелегкое время Вы сможете отвлечься, просто гуляя И смотря на красивые здания На архитектуру На вот эти гигантские сооружения В форме яиц и шаров Иногда здесь бывают солнечные деньки А если вы поедете в Алмату Там довольно хорошая погода практически всего В данной ситуации мы оказались не по своей воле И, конечно, некоторые пытаются на нас здесь нажиться И увеличивают ценники Некоторые высказывают свое явное недовольство нашим приездом Но очень часто встречаются люди Люди, которые с полным пониманием ситуации Они понимают, что мы оставили свои семьи Что нас ждут, за нас переживают Кто-то перебался всей семьей Кто-то лишился бизнеса, недвижимости, всего остального И неизвестно, сможем ли мы вернуться к себе на родину Я надеюсь, что с вами все будет хорошо Что вы сможете пережить этот бельют И мирного неба над головой, ребят Мирного неба